Раз-два, раз-два, прием, Нордик Уайт на связи. Породы дерева действительно очень сильно отличаются друг от друга. Дуб это такая классика, но далеко не всем нравится стандартный цвет дуба, который получается от нанесения обычных лаков. То есть получается такой насыщенный желтый оттенок, и зачастую хочется, ну, во-первых, либо от него уйти, либо, наоборот, уйти в сторону белого. Бук ведет себя совершенно по-другому. Он больше выдает зачастую такой розовый оттенок, и у него такая очень своеобразная структура дерева, и тоже зачастую стоит задача как минимум сохранить тот цвет, который получается после шлифовки, или, наоборот, его сделать белым. А сосна, ну, вы видите, да, она, в общем-то, сама псевдоревесина очень красивая, хоть и очень мягкая, очень часто применяется в качестве полового покрытия в загородных домах. И из той же сосны зачастую делают стены-потолки, то есть применяя обычную вагонку, и зачастую это смотрится очень красиво, когда сосновая древесина из хвои, она получается очень красивой, когда слегка подбеленным эффектом. Собственно, вот для этого эффекта нам и в помощь лак Nordic White. Как всегда, перед началом работы с любым лаком, вообще, в принципе, с любым материалом, как цветным, так и бесцветным, необходимо его тщательно перемешать, поскольку здесь у нас очевидно, что в составе есть белый пигмент, то есть его нужно равномерно распределить по всей канистри, а также не забываем о том, что это лак ультраматовый, соответственно, наша задача еще и распределить равномерно большое количество матирующих веществ, которые входят в состав этого лака. Ну, достаточно где-то в течение минуты, наверное, вот такими движениями просто канистру потаясти, или вот так вот это можно делать. Паркетчики обычно так делают. Все, оставляем после того, чтобы пена осела, где-то минут на 5-10, в принципе, достаточно, а я пока займусь тем, что обкатаю валик перед началом работы, для того, чтобы, поскольку валик новый, чтобы так можно меньше ворса с него выходило. Задача этого лака подбелить древесину, причем очень интересно, то есть его степень насыщенности белого здесь будет определяться количеством слоев. Что это значит? Это значит, что если после нанесения одного слоя Nordic White вы понимаете, что насыщенность цвета вам достаточно, то продолжать дальше работу можно лаком на водной основе уже без этого белого пигмента, то есть, в принципе, можете выбирать любой лак из линейки Berger бесцветный и дальше финишировать этим. Если вам недостаточно одного покрытия, вы делаете второе, третье, или, может быть, даже четвертое. В отличие от обычных водных лаков, он наносится тонкими слоями. По техничке написано где-то 70-90 грамм на метр. Мне посчастливилось уже поработать этим лаком на объекте, и где-то средний расход у меня действительно получался где-то 70-75 грамм на метр. Все три слоя нанесены и высохли. Пора подводить итоги. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok